друзья привет с вами никита компания сферокар в этом году лето в владивостоке выдалось довольно жарким температура воздуха примерно 90 градусов и влажность около 90 процентов поэтому сегодня corolla филдер но конечно же филдер у нас не поэтому но жарище реально и поэтому я периодически буду так делать друзья вот этот филдер возможно вызовет вас много вопрос потому что это примерно сотый филдер на вашем канале еще и до рестайл вы чего ждем такого необычного а вот есть чего в нем необычного и сейчас мы в этом с вами разберемся так вот corolla во всех поколениях славились надежностью простотой и доступностью своих универсалов я думаю ну может быть не в каждой но наверняка в каждой третьей семье в которой был японский автомобиль я имею ввиду из владивостока тех времен 90-х когда только начали появляться японские автомобили у всех было corolla универсал у меня было у дяди у меня было у всех соседей тачка класс так вот мы находимся на даче эту локацию тоже мы выбрали не случайно потому что именно здесь идеально вписывается вот такая ласточка давайте разбираться сегодня у нас 160 кузов точнее 161 полтора литровый на переднем приводе и самое интересное у него под капотом с него давайте начнем итак друзья полтора литра передний привод мотор 1 nz 109 лошадей и что самое интересное это единственная версия в переднем приводе на моторе 1 nz обычная дать на филдеры на филдеры и другие corolla 1 nz ставится только на полноприводных версиях а на обычных переднеприводных у вас идет мотор 2 нр который у нас не цепной а ременный кроме единственного случая вот такого когда вместо вариатора привычной трансмиссии у вас стоит что механика так что друзья в японии до сих пор актуальные автомобили на механики друзья ну и раз уж мы сюда залезли немножко освежим техническую часть знание технической части я имею ввиду какие версии у нас бывают по королкам по филдерам самая популярная версия самое горячо вами любимая это конечно же 165 кузов на базе королы аксио соответственно потому что это одна и та же машина хотят сказать на базе дает аквы гибрид полтора литра 45 киловатт как у 20 априса трансмиссия планетарка есть версии с мотором 1.3 и есть для самых любителей погонять по моему мы таки еще ни разу не возили на моторе 18 которые очень любят у нас в регионах якутии и бурятия но ребята из той области выбирают в основном седаны такие как олеон премио тоже только на моторах 18 пойдем глянем салон вот она друзья эта штука ради которой все и задумывалось в общем-то из-за которой этот автомобиль и был приобретен смотрели для клиентов все кузова то есть и 12 год 140 кузова да и рестайл и дорестайл самая главная задумка была уложиться в бюджет в итоге приобрели вот эту ласточку 16 года одним получается из важных критериев было наличие тахометров поэтому перед вами комплектация g друзья с классным черным салоном классным климат-контролем мультирулем тахометром карбоновыми вставками и потрясающими тюльками на сидушках таких как в семьдесят первых кузовах любители марководы крауноводы вообще любители знатоки gdm культуры 90-х годов оценят вот эти штучки потому что это очень какая классная ностальгия друзья в остальном если забыть про коробку немножко абстрагироваться скажу что машина у нас в самой ну в одной самых топовых комплектаций это джишка у нас не хватает конечно кожаного руля до который в рестайлинге во всех джишках у вас будет но тем не менее у вас мультируль управления магнитолой которая между прочим съемная да можно поставить любую подключить к этой штуке очень удобная вещь люди ценят помимо этого у нас есть подогрев дворников автоматическое затемнение стекла все все обратите внимание стеклоподъемники у нас автоматически не надо держать тоже 90-х эту фишку капец как ценили на старых краунах было еще в восьмидесятых там восьмидесятых годах была кнопочка открыть или закрыть все окна одной кнопкой не знаю почему я постоянно вспоминаю наверное из этих тюлек ностальгию на меня навеяли друзья но по салону уже очень много рассказано про эти машины полно обзоров сравнений разных универсалов сравнивали и с шаттлами и свишами и гибридные не гибридные версии места предостаточно сидушки складываются габарит не говорит можно спать можно заниматься любовью любите друг друга друзья очень хочется прокатиться потому что фишка этой тачке в коробке но багажник еще глянем для галочки вот друзья обратите внимание влазить четыре колеса сверху стул плюс у нас еще за колесами есть место возможность закрыть полку и разложить сидушки чтобы загрузить еще примерно в четыре раза больше этого что касается колес колеса пришли вместе с автомобилем с японии на чем она кстати . на штамповочках еще один комплект колес тоже а нифига хотел сказать на штамповочках а посмотрите японец какой-то не зажал как наши русские ребята на следующую тачку себе и отдал в подарок с машиной вот такой вот шикарная летишка на довольно жирненькой летней резине классно бонус приятно обратите внимание у нас есть шторка которую можно откинуть закинуть вот так переходящие на сидушки машина кстати очень ухожен 76 по моему тысяч пробега у нее но реально чистенький салон дать посмотрим что у нас по запаске по у смотри что у нас такое яркое здесь это всего лишь буксировочный трос при том что при том что как минимум очень красивый тоже бонус мы об этом не знали нет налоги стены разнали я вот честно говоря как менеджер сам покупал эту машину для меня сюрприз классно клиент тоже все это получит запаски у нас увы и ах но можно положить то есть у нас компрессор и ремкомплект но место под полноценное запасное колесо есть поэтому в российских реалиях естественно клиент выкинет эту всю ерунду положит запасное колесо и будет себе спокойненько бороздить на коробочке зимой в любую горочку масло минералочка полторашечка на коробочке сказочка друзья машина у нас на пятнадцатых колесах клиренс сто пятьдесят пять миллиметров для города более чем достаточно для нашей пересеченной местности тоже если у вас трудный какой-то доступ плохая дорога на дачу и вы понимаете что не хватает решение простое до двух сантиметров смело ставите проставки без потери возможности регулировки развала схождения машина вас поднимается еще на два сантиметра и становится просто вездеходом а если она еще и полноприводная то цены и вообще не будет цены вот в таком кузове до рестайловый 160 кузов можно от 720 730 тысяч рублей рассматривать версии с мотором 1 и 3 передний привод на вариаторе следующем по возрастанию у нас идет версия полторашечка на коробочке масло минералочка зимой в любую горочку вот этот автомобиль обошелся в 750 тысяч рублей ну я считаю это вот такой вот вариант за свои деньги самая желанная версия конечно же это гибрид гибрид передний привод мотор 1 nz fx-e 45 киловатт гибридная установка от 850 тысяч рублей стартует ценность сейчас на такие автомобили полторашка передний привод вариатор 161 кузов на моторе 2 nr ременном не цепном с тем же самым легендарным toyota с ким неповторимым севете которые сейчас на всех короллах и вообще всех автомобилей toyota не гибридных устанавливается 800 800 20000 рублей можете брать если хотите полный привод то у вас будет точно тот же самый мотор 1 nz цепной и по стоимости от 850 тысяч рублей вот эта машина показатель того что вне зависимости от комплектации от технической площадки цены балансирует примерно на одном и том же уровне но если хотите идти много со временем выбирайте гибрид нужно ребят давайте посмотрим что может сделать этот автомобиль на механической трансмиссии сразу предупрежу эта штука многих сводит с ума просто даже самый штатный автомобиль типа вот этого как только вы садитесь мой ел на коробке вы сразу начинаете творить какие-то невоображаемые вещи кто-то начинает газовать дергаться и так далее были но трансмиссия располагает себе не знаю я прямо с детства люблю механику по ходовым качествам машина тот же самый филдер я бы сказал не знаю правда это или нет и изменили что-нибудь в подвеске вы с рестайлингом но по ощущениям эта машина намного мягче чем те филдеры которые мы снимаем уже с рыбим ртом в ресте ну и конечно же вот ты просто контролируешь автомобиль полностью кстати говоря в зависимости от манеры езды это может быть самый экономный вид трансмиссии так что ребята которые любят считать свои денежки тоже призадумывайтесь в общем друзья вывод о трансмиссии штука классная приносит реальные эмоции и вы получаете полный контроль над автомобилем но подходит не для всем не для всем соответственно не для всех девочки многие ее не любят но профессиональные автомобилисты как говорят староверы всегда выбирают механику и вот реально эта штука делает фишку практически любому автомобилю даже самому простому такому как старая добрая королла в общем и я бы лично с удовольствием бы взял себе вот такую тачку на коробке ездил бы и наслаждался каждым моментом от управления мечтой дает еще управление что и получается вот она мечта моя мотыга касса много надо русскому человеку для счастья подергать какую-нибудь палку машине или дома друзья универсал остается одним из самых востребованных типов кузова автомобиля по практичности пожалуй уступающий только мини веном на любой вкус и цвет вы можете подобрать себе автомобиль с аукциона или не только кто привык доверять тойотам пожалуйста короллы филдер отличный вариант разнообразные технические комплектации старая добрая надежная королла кто любит автомобили более инновационные и так скажем более современные по дизайну я бы предложил обратить внимание на honda shuttle либо honda jade если вам интересен универсал с шестью посадочными местами и если вы хотите получать эмоции в сочетании с практичностью обратите внимание на subaru lework 1.6 turbo 170 лошадей либо 300 лошадей на двухлитровом турбовом моторе помните в японии найдется идеальный автомобиль на любой вкус цвет и кошелек поэтому подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля автомобиля а 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